Вот знаете, очень важно, независимо от того, кем ты в жизни являешься или кем ты будешь, оставаться поклонником Бога. Аминь. Потому что Бог, Он не ищет политиков, Он не ищет домохозяек, Он не ищет даже пастырей, Он ищет поклонников. И если ты поклонник, то все, что бы ты ни делал, это будет славить Бога. Аминь. Поэтому мы имеем такую привилегию, собираться вместе и поклоняться Богу. Аминь. И у меня есть мечта, чтобы такого стало больше. И я верю, что у нас будет свое здание. Когда у нас будет свое здание, мы будем больше молиться, больше поклоняться. У нас будет всего больше. И людей. И мы сейчас стоим на пороге, когда решается вопрос за землю. Поэтому вот эта неделя, она решительная. И я прошу, чтобы все молились. Эту неделю. Потому что мы уже практически начинаем заключать договор, чтобы купить и иметь свою землю. Аллилуйя. Посмотрим, как мы будем хлопать потом, когда будем деньги соберать. Я не хочу говорить, сколько это стоит, но я думаю, что Царство Божье, оно достойно. То вот сегодня, кстати, вот брат говорил. И вот знаете, что мудро? Мудро в своей жизни делать вложение в то, что вечно. Потому что земля и все дела, они сгорят. Знаете, что не сгорит только? Не сгорит только спасенный человек. Не сгорят души. Церковь должна спасать людей. И люди должны становиться учениками. Аминь. Служить Господу. И опустошать ад. И наполнять небеса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хочу вам сказать, что сегодня я поймал себя очередной раз на мысли, что я очень люблю нашу церковь. И не спеши с уродами, ты тоже полюбишь. Я родился в церкви в Першитравенске. И это всегда была церковь, которую я любил. И люблю. И сейчас люблю. Только вчера приехал. Там идет молодежная библейская школа. Я имел такую привилегию служить там. И... Когда я начал ездить в Днепр, я ездил просто как на миссию. Знаете, как самолет, который полетел, выгрузил и вернулся. Но это мой аэродром, это мой аэропорт, тут я заправляюсь. И все. И мой дом там, Першитравенский, у меня там семья, у меня там квартира, у меня там вообще... Все. У нас там церковь, у нас там здание, вообще все. Как говорил тот кот в мультфильме, он говорил, таите, таите, нас и здесь неплохо кормят. То есть мне устраивало. Я любил свою церковь, я люблю своего пастора, вообще все нормально. Но вот уже больше 10 лет я здесь, и я не скажу, что я в ссылке, не скажу, что я на каторге. И семья моя здесь, вот квартира там осталась, у меня до сих пор нет квартиры, у меня до сих пор нет дома, нет у меня вертолета. Потому что, ну, я смотрю на эти вещи как-то потом. Я не против этого. Но я желаю, чтобы это было от Бога. Ну, пока, значит, не надо. Я верю в то, что надо сначала построить дом Божий, а потом устраивать свой дом. Как Бог сказал пророку Агею. Он говорит, люди перепутали, они бегут, каждый к своему дому, а дом Божий в запустении. И слава Богу, что есть люди, ну, вы же понимаете, что это люди, это вы, мы, вернее, которые не даем быть Дому Божьему в запустении. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Я хотел немного сегодня попроповедовать, и потом мы помолимся и будем принимать хлеб и вино. Аминь. И давайте мы откроем книгу, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу, и посмотрим несколько стихов. Несколько стихов о последнем времени. Вы знаете, что однажды всему придет конец. Аминь. Все верующие, они верят в то, что сказал Иисус Христос. И Он вернется. Аминь. Иисус придет, и Он заберет церковь, и Он заберет всех верующих в Него. Аминь. И когда Он учил об этом, Он сказал одни такие слова, И Он сказал, вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте жену Лотову. Не забывайте про жену Лотову. Он говорит, что 32 стих, Он говорит, вспоминайте жену Лотову. Есть такие вещи, о которых Бог сказал. Если Он сказал, Он сказал, послушай, тебе надо не забыть. одна женщина жила однажды, и о ней в Библии сказано очень-очень-очень мало. Но Иисус сказал, вы не должны про нее никогда забыть. Потому что если вы про нее забудете, вы можете допустить ту же самую ошибку, которую допустила она, которая погубила их. Есть вещи, которые важны. Очень важны. Знаете, когда Иисус говорил о последнем времени, о своем пришествии, о последних днях, он сравнил их с временами, которые на земле уже были. И первое, он сравнил их со временами, когда жил Ной. Вы слышали про Ноя? Слышали про потоп, да? Что-то случилось? Или кому-то надо срочно поговорить? 26 стих, как было во дни Ноя, так будет в дни Сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковче и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, и он напоминает дни Лота. Кто такой был Лот? Лот это был племянник Авраама. И он ушел от Авраама, и он жил в Содоме и Гаморь. И если дни, в которых жил Ной, они закончились судом, который пришел как потоп, для одних это был суд, а для других это было спасение. Точно так же он говорит, как было во дни Лота. В дни Лота пришли ангелы, их прислал Бог. Они пришли в город, который назывался Содом. И они пришли для того, чтобы спасти. Спасти. И было несколько человек, которых они вывели из Содома и спасли. Но на Содом пролился с неба серный дождь. И все сгорело, и все погибли. И он говорит, как было во дни Лота, опять же, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещь его в доме, тот не сходи взять их, кто будет на поле, также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и оруи. Такое достаточно непростое учение о последних днях. То, что сказал Иисус, Он сказал, говорит, когда пришел поток, Он описывает, как жили люди, просто обыкновенно жили. В другом месте написано, знаете, что они не думали. Знаете, иногда даже христиане, они забывают то, что однажды, однажды дверь для спасения, она закроется. Что однажды придет Иисус и заберет, но не всех. Он говорит, что перед тем, как был потоп, говорит, люди, что они делали? Ели, пили, женились, выходили замуж, и ничто из этих не является грехом. Я больше даже скажу, у Ноя тоже была жена, у Ноя были дети, у его детей тоже были жены. И представьте, но Бог, Он сказал ему, сейчас такое время на земле, когда смогут спастись только те, кто будут в этом корабле, в этом ковчеге. Ну, и вы знаете, вот представьте, Ной, у него состоялся разговор с Богом, и когда Бог что-то человеку открывает, он понимает, что он нормальный, но как в этом убедить своих детей, которые были взрослые? Он пришел и говорит, короче, надо строить корабль. Вы знаете, что до потопа дождя не было на земле. Вопрос, зачем строить корабль? На суше. Он говорит, все, конец всякой плоти пришел. Смогут спастись только те, кто войдут в этот корабль. Бог дал мне чертежи. Он должен быть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Бог не дал ему деньги. Знаете, у Ноя были деньги. Аминь. Потому что ковчег он строил сто лет. Если бы он начал с какой-то сосны трухлявой строить, то пока он до середины достроил, то бы уже сгнил. Бог сказал ему, ты должен построить корабль так. Он должен быть столько длиной, он должен быть столько шириной, он должен быть столько высотой, сбоку должны быть двери, и и одно окно должно быть сверху. И ты должен сделать вот так вот все. Ты должен сделать это из дерева, из вот такого, из которого делали потом ковчег скини, скини, из акации, ну, типа того, что-то такое. И ты говоришь, да, Бог, аллилуйя, я сделаю, а бабки? а бабки в тумбочке. Знаете, когда одного там милиция приходит, говорит, ты где деньги берешь? Он говорит, в тумбочке. Он говорит, откуда они берутся в тумбочке? Он говорит, жена положила. говорит, а жена откуда их взяла? Говорит, я ей дал, а ты где взял? В тумбочке. Знаете, иногда мы думаем, что Бог возьмет с неба кинет тебе чемодан с долларом. Не кинет. Потому что если с неба кинет чемодан с долларами, он тебя убьет. Потому что Бог не промазывать никогда. Он говорит, я дам тебе сил, я дам тебе мудрость, чтобы ты на этой земле утверждал завет. Аминь. Ты не просто живешь за счет Бога, мы живем с Ним в завете. и в завете есть моя часть. Аминь. Моя часть. Я прихожу домой и говорю жене, дай поесть. Она не говорит, с каких это делов. Я тебе, я что тебе нанималась. Я что, рабыня Изаура? говорю, нет, ты моя жена. И когда она приготовит поесть, я не бегаю, ура! Моя жена приготовила поесть. Знаете, некоторые верующие, они думают, что если ты пришел в церковь, все должны ликовать, давать тебе деньги, славить Господа на тамбуринах, на тимпанах громогласных. Это твоя часть завета, это твоя обязанность. Аминь. И дальше он говорит, точно так же. Вот представьте, а что было в дневной земля страшно развратилась, но он об этом не говорит. Что было в Содоме? В Содоме что было? Вот то же, что недавно в Киеве. Я как бы не хочу говорить, потому что я начну грешить. я знаю, что Бог любит всех людей, но ни один город он не уничтожил, кроме Содома. Мне кажется, вот этот грех, он особенно иногда, знаете, и там, где был Содом и Гамора, там сегодня мертвое море, мертвое море, в нем вообще нет жизни, там нет ни одной рыбы, там нет ни водорослей, ни растений, он мертвый, потому что Бог уничтожил. И когда ты едешь туда, когда ты едешь туда, мы ехали на автобусе и говорят, ну, я не знаю, насколько это правда, но я не думаю, там, но там есть такой каменный стол, и они говорят, вот это жена Лота, говорят, вот это жена Лота, Иисус сказал, вспоминайте жену Лота. Знаете, что я вчера, когда это место читал, знаете, о чем задумался, дальше Иисус сказал, говорит, когда я приду, говорит, знаете, как будет, говорит, двое будут спать на одной кровать, я думаю, что это муж и жена вообще, говорит, один берется, другой оставляет, оставляется. Некоторые люди говорят, как бы предшествие не пропустить, не буду спать. Нет, поймите, когда Иисус придет, где-то на земле будет в это время ночь, по-любому. Говорит, кто-то будет на поле работать, один берется, другой оставляется, но они же делают одно и то же, они же работают, говорит, кто-то будет там то, кто-то будет на озерке рыбой торговать. Раз, и не стало. Сначала продавца, а потом и рыбы. потому что второй подумает, ты что, он мне проповедовал, проповедовал, оказывается, правда. Буду, короче, теперь рыбу продам и буду ждать антихриста. Христа. Я так подумал, я думаю, представьте, люди, он говорит, они будут делать одно и то же. Не то, что он скажет, кто-то в это время грешил, и поэтому его не заберут. Люди будут жить, люди будут трудиться, люди будут спать. Когда я помню, смотрел фильм про вознесение, муж утром встает, идет собираться на работу, начинает бриться, и бах, электрическая бритва падает. Умывальники. Жена встает и говорит, что такое, что случилось? Заходит, бритва есть, а мужа нет. Послушайте, братья и сестры, знаете, во всем этом Иисус сказал очень важные слова. Он сказал, вспоминайте жену Лотова. Что произошло с женой Лотова? Почему Он сказал нам за жену Лотова? Он не сказал, вспоминайте, что сказал Соломон. Он не сказал, вспоминайте, что Давид сказал. Он сказал, вспомните жену Лота. Давайте мы откроем книгу Бытие. Я вижу, некоторые подзадумали. Я был на молодежной библейской школе вчера, говорю, говорю, а если Иисус придет сегодня, вот придет сегодня, как ты думаешь, заберет Он тебя или нет. Я смотрю, они такие сидят, как говорят, на фоксе, потому что понимают, что это не то. что-то с детства вроде церкви вхожу. А как вы думаете, почему Иисус кого-то сказал, заберет, а кого-то не заберет? я просто спросил вы имеете право на то, что слева и то, что справа? Можете сказать ваше мнение? Как вы думаете? Знаете, сидят детишки, им по 14 лет, по 15, я говорю, если бы вы бы точно знали, что через три дня Иисус придет, что бы вы сделали за эти три дня? Знаете, у людей сразу мышление именит. Сразу кто-то бы молиться начал, сразу кто-то бы побежал бы бедным помогать, сразу кто-то бы вообще кто-то бы интернет отключил бы. Один говорит, я бы сразу поехал миссионером в Чечню. Я говорю, чтобы сразу, да, за один день, что три дня ждать. Раз, и ты уже с Иисусом, да? Но, понимаете, часто читая Библию, мы даже не обращаем внимания на то, что, знаете, что Библия говорит? Что хорошо уже не будет никогда, что бесов меньше не стало, что Дух Антихриста уже в этом мире, но как в дневное был ковчег, аминь, так сегодня этим ковчегом является церковь, потому что мы не от мира, и наши боги, это не боги этого мира, наш бог, это бог, который сотворил небо и землю, аминь, и он не только твой бог, он стал твоим отцом, аминь, я думаю, что самое главное, это чтобы Христос был в твоем сердце, тогда можешь спать спокойно, можешь работать спокойно, аминь, но тем не менее, есть три урока, которые можно извлечь, глядя на жену Лота, а вы открыли, да, или не открыли, бытие 19 глава, 17 стих, ангелы, которые пришли в Содом, они вывели их из этого города, знаете, что первое хочет сделать Бог, Бог хочет вывести тебя из мира, который радикально проклят, из мира, на который изливаются и будут изливаться Божьи суды, аминь, ради Лота, ради одной семьи Бог терпел беззаконие целого города, и когда чаша уже была переполнена, Он послал ангелов, и Он говорит, Я уничтожу этот город, но там есть праздник, вот ради Него идите туда, представьте, приходят ангелы, Он их принимает домой, и весь город собрался, там так и написано, весь город собрался, и они говорят, а, свежее мясо, говорят, выведи нам их, мы их познаем, они хотели насиловать ангелы, знаете, что Ямлот сказал, он говорит, у меня есть две дочери, две дочери, они говорят, мужа не познали, возьмите их, они говорят, не, 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 нам нужны новенькие, послушайте, две дочери, мужа не познали, но у них были мужья, по крайней мере, некоторые теологи утверждают, что они были гомосексуалисты, этот город был настолько заражен, что Бог решил его уничтожить, но он вывел, вывел Лота, вывел его жену, вывел его двух дочерей, и хотел вывести из зятей, но он пришел им говорить, им показалось, что он шутит, им показалось, что он шутит, друзья, когда ты слышишь Слово Божье, если твой мозг отравлен грехом, тебе может показаться, что шутят, тебе может показаться, что тебе тут басни рассказывают, тебе может показаться, да мне плевать, что тебе может показаться, я знаю одно, когда Бог начинает действовать, тогда все понимают, что это не показалось, аминь, потому что когда Бог творит чудеса, ты понимаешь, это не шутки. Аминь. Когда Бог творит суды, ты понимаешь, это не шутки. С Богом лучше не шутить. Аминь. И они вывели их, и они сказали такие слова. О чем мы будем молиться сейчас? И когда вывели их вон, то один сказал, спасай душу свою. Первое. Не оглядывайся назад. Аминь. Братья и сестры, послушайте, я хочу вам сказать одну вещь. Может быть, это кому-то и не понравится, но это правда. Некоторые люди, христиане, они стали соляными столбами. Знаете почему? Потому что они оглядывались назад. Не оглядывайся назад. Послушайте, что надо делать для того, чтобы не оглядываться назад? Надо смотреть вперед. Надо, чтобы у тебя было видение. Надо, чтобы у тебя была мечта от Бога. Надо, чтобы у тебя была цель. Когда у тебя нет видения, тогда ты начинаешь оглядываться назад. Аминь. Друзья, нам некогда оглядываться назад, потому что еще Бог с тобой не закончил. Аминь. Я видел людей. Я раньше, когда был подростком, для меня, я все время это говорю, для меня вот так было, когда человек пришел с армии, я уже считал его мужиком. Все. Все. Он пришел, усы, как у лисы, отпустил и женился, на шахту и устроился. И все. Человек в жизни, он знает, чем и так, а всю жизнь, всю жизнь так. Вообще ничего, ничего, но и я думал, что когда человеку 20 лет, это уже, короче, поэтому надо танцуй, пока молодой. надо все в жизни попробовать, потому что потом ничего нового уже не будет. Братья и сестры, если ты пришел к Богу, ты должен знать, что у Бога, у Бога есть то, что идет, что больше тебя и что больше тебя. Первое. Первое. что больше тебя, это то, что больше твоей жизни даже. Это то, что продолжится даже после того, когда ты перестанешь жить. Аминь. Вот. Аллилуйя. Не оглядывайся назад. Смотри вперед. И второе. Больше, чем ты, такая-то автология, больше, чем ты, больше. это то, что ты сам не сможешь это сделать. Тебе обязательно нужны будут друзья. Тебе нужна будет помощь. Тебе нужны будут помощники. Ты для кого-то будешь помощник. Церковь тебе нужна. Ты не можешь, ты не можешь быть один и прожить судьбу, которую Бог для тебя имеет. Потому что она сильно большая. Аминь. Аллилуйя. И поэтому ангел, когда он вывел, он говорит, запомни, самое первое, не оглядывайся. Аминь. Не оглядывайся. Там ловить нечего. Там уже все. Ты уже не сможешь вернуться туда, там, где ты был раньше. Есть некоторые люди, они говорят, я отступил от Бога, и я думал, я вернусь. Но я не смог вернуться. Потому что твой саддом уже сгорел. Алло. Твой саддом уже сгорел. Человек рассказывает, я приехал домой. И сразу пошел и укололся. и я понял, мимо. Ну, не то, что он промазал, но он понял, что раньше я мог от этого кайфовать, потому что я был в обмане, и я дурил сам себя. А тут я могу всех дурить, но сам себя ж не надурь. Сам себя ж не надурь. Говорит, это не было, это время отступничества. Оно не было для меня кайфом. Оно было для меня мучением. Потому что ты не сможешь вернуться в свой саддом. Он уже сгорел. И ангел, он посланник от Бога, они говорят тебе сегодня, не оглядывайся. Аминь. Не оглядывайся. Смотри вперед. Иди вперед. Иди куда Бог тебя вывел. Аминь. Аллилуйя. Скажи своему соседу, скажи, это для тебя сегодня. Скажи, я никогда не оглядываюсь. И смотрите, он сказал, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся. Аминь. Второе, не останавливайся. Аминь. Если вы думаете, что вы круто играете, вообще вы молодцы, но не останавливайтесь. Аминь. Если ты думаешь, знаете, то, что я увидел, почему люди становятся соляными столбами? Почему? Потому что они останавливались. Он сначала делал все сам. У него был центр. Он на центре молился. Он постился. Он людям служил. А потом он стал важным именно персоном. Куча помощников, куча всего. его. И все. Мечта дебила. Ничего не делать. Подальше от начальства, поближе к кухне. Послушай. Не останавливайся. Аминь. Кто-то он смотрит и говорит, а этого ячейка не делилась пять лет. у меня три года только. Даже успех в этом пытаются какой-то. И останавливайся. Аминь. Кто-то говорит, я уже свою жену два дня не бил. Не останавливайся. Ну, не в том смысле, что не бей ее вообще никогда. Аминь. А то тебя отлучат вообще от церкви. Тебя будут бить, что зайца резинового там где-то на вокзале будешь под боярой будешь там валяться. Не трогайте жен своих. А вы чего кричите репцентр? У вас еще жен много? А не, я шучу. Молодцы, слава Богу. Вы это наперед говорите. Аминь. Пророчески. Аллилуйя. И Он говорит, спасайся на гору, чтобы тебе не погиб. Аминь. Спасайся. Живи жизнью спасения. Помни, что спасение его легко получить, но ты принял его от Господа, чтобы жить теперь как спасенный человек. как не тот, которого надо постоянно спасать. Познавай Бога, не останавливайся. Мы еще не знаем Бога, какой Он есть. Апостол Павел, который вот так с Иисусом разговаривал, знаете, что он говорит? Говорит, у меня есть мечта познать Его, как Он познал меня. Он говорит, он не останавливался. хотя Писание Бог ему давал, хотя он видел Иисуса лично, хотя такой встречи, таких чудес, Он говорит, я не знаю чудес, которые бы Бог не сделал через меня, но когда Он говорит о себе, в чем был секрет? Он говорит, я хочу познать его. Он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед. Мне некогда оборачиваться назад. Мне некогда, вот так я помню, как один брат говорит, мне надоело вот так. Как не придешь, братья, каждый достает, как будто по мешку грязного белья. А вот смотри, в 75-м вот, и машут этими вонючими уже рассказывают о прошлом люди без будущего. Аминь. Будь увлечен будущим, и тогда прошлое, оно перестанет тебя тянуть, оно перестанет стучать тебе в дверь, оно перестанет. Люди некоторые говорят, почему ко мне все подходят и предлагают забухать? может мне надо какую-то пластическую операцию сделать? Почему ко мне подходят и предлагают все время наркотик? Почему все плохие слухи приносят мне? Почему? А почему мне никто не предлагает? Почему ему никто не предлагает? Аминь. Знаете почему? Потому что им с нами не интересно. Потому что им не интересно говорить о спасении людей. Им знаете, что интересно? Интересно сжевать вот эти жвачки. Пожевал один другому на там бомбу выплюнет. А вот я слышал я про вот эту церковь. А да на 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 а ты слышал про этого пастора? Да вообще. Как вот такие люди? А на на послушай я не знаю но у меня нет привычки обсуждать других людей другие церкви. Знаете почему? Потому что у нас есть свое. мы за них не отвечаем. Аминь. Мы отвечаем за то чтобы исполнить великое поручение Иисуса Христа. Спасать людей исцелять больных делать людей учениками. Аминь. И смотри на это. Вот знаете я вам что хочу если получится успеть до следующего служения но я хочу говорить о видении которое просто я верю оно раздвинет твое видение твою картину будущего твои мечты Ами когда-то давно мы собирались еще на Пушкина и я купил пазлы я вам рассказывал да тысячу пазлов и я принес и сделал из них ну как сделал жена я не могу вот эти мелкие эти вещи меня раздражать я не могу вот этот бисер там все ну короче Бог знает поэтому дал мне жену такую скурпулет и я принес я говорю смотрите каждый из нас как пазл и мы можем быть увлечены своей жизнь но можем стать частью великой картины Божьей которая есть церковь которая есть то что Бог видит и ты вроде бы незначительный но даже если тебя одного нет нету полной картины аминь поэтому в церкви нету неважных людей церкви нет случайных людей просто есть люди они не нашли еще свое место аминь но есть место где ты встанешь как раз в Библии написано Дух Святой Он помещает нас в тело и напаяет Бог нас одним Духом и мы все становимся одним телом одним телом не куча одно тело с одним видением вместе с главой с Иисусом аминь я помню принес и показываю и объяснял насколько это важно насколько важен каждый человек я говорю у нас сейчас там 50 или 60 всего лишь пазм но говорю эта картина чтобы ее собрать полностью нужно тысяча пазм и когда собрали ее я говорю вот нас будет тысячу человек я видел что люди по-разному как бы смотрели и кто-то улыбался говорил аминь кто-то смотрел думаю там как бы какие тысячи подожди тут тут этих было держать там были так холодно зимой там был такой дубарь это вообще на Пушкина Тамара Ивановна вы помните какой там был дубарь это ужас вообще я не мог проповедовать я же не выйду пастору я не выйду проповедовать там пальто или пуховики я проповедовал в костюме потом выходил садился в машину и включали печку я сидел а у меня аж изнутри трусило аж всего так я промерзал заслужить и мы ехали мне один выход мне подсказали мы ехали заезжали в караван и я выпивал целый стакан фреша лимонного чисто из лимона бах фух и это помогало мне не заболевать и ты думаешь о чем ты вообще разговариваешь такие тысячи человек тебя на на лимонный сок не всегда хватает да дело не в этом это ж не мне нужны тысячи человек Иисус умер за людей чтобы были спасены Аминь Он знает тебя и все равно Он никому не говорит ты не подходишь Он говорит ты подходишь для тебя есть место Аминь и Дух Святой Он тебя обязательно и пришло время однажды не так давно и у нас сейчас больше тысячи человек Я когда рассказывал про это на библейской школе то один студент из Бердя и я искал в Днепропетровске пазлы на две тысячи и не нашел я искал в интернете не нашел и вот я был на неделе славы когда пастор подошел ко мне и говорит вот один студент мой говорит он передал пазлы на две тысячи халлилуйя мы сделаем мы сделаем эту картину вот почему у нас еще не было двух тысяч человек потому что мы этого не увидели еще но мы увидим ты в своей жизни будешь иметь только то что ты видишь аминь поэтому дьявол хочет чтобы ты смотрел назад а ты смотри вперед аминь бытие девятнадцатая глава или какая-нибудь еще а это была девятнадцатая ну ничего страшного бытие тринадцать четырнадцать и знаете что интересно там такая ну там рисунки жена собирать она не успела она сейчас едет они там с воскресной школой и она приедет и потом дособирать я хочу это все-таки наслужить и что там интересно что там когда большая картина вот когда она соберется там знаете что на ней нарисовано карта мира аминь я верю что придет время и оно уже пришло это от нас пойдут миссионеры в другие народ аминь халлилю и мы сейчас будем молиться друзья знаете о чем мы будем молить мы просто вспомним то что нам сказал Иисус он сказал вспоминайте жену лот почему потому что ее бог вывел но так она никуда и не пришла почему потому что бог сказал не оглядывайся и не останавливайся аминь вот просто давайте мы об этом будем молиться и просить бога и примем тоже решение не оглядываться и не останавливаться аминь потому что тебя ждет новая от бога нет я же сказал 13 13 я сказал глава нет глава 13 о нет как 13 14 да а вот и сказал господь Авраму после того как лот отделился от него возведи очи твои и с места скажите место на котором ты теперь аминь место на котором ты теперь послушай когда-то я был просто верующий а потом я стал лидером ячейки и знаете мне что надо было что с этого места на котором я теперь чтобы я смотрел аминь чтобы я не оглядывался назад чтобы я не останавливался потом я стал сотней потом я стал молодежным пастором потом я стал деканом библейского колледжа потом я приехал в Днепропетровск как миссионер и вот я здесь и что я сейчас вижу я вижу нашу церковь на данный момент две тысячи человек и у нас уже уже я верю под конец года будет где-то если всех собрать под десяток дочерних церквей и я верю что мы будем умножаться и церковь будет умножаться и мы пойдем как сказал Господь в другие города и в другие народы но мы должны смотреть на это а не на прошлое знаешь в прошлом даже прошлые обиды они могут сделать тебя соляным столпом Иисус сказал вспоминайте жену лот Господь ну ты нашел достойный пример поймите даже иногда негативный пример может нас чему-то научить что нас спасет от какого-то поражения и он сказал с места на котором ты теперь смотри к северу к югу к востоку и западу ибо всю землю которую ты видишь тебе дам я и потом что твоему навеку бог всю землю которую ты видишь бог говорит я дам тебе то что ты видишь аминь библии написано что когда мы смотрим на славу божию на иисуса мы преображаемся в его образ почему потому что на что ты смотришь то в то ты и приходишь и дьявол хочет чтобы ты смотрел назад чтобы ты вернулся к свиному корыту чтобы ты вернулся к поражению чтобы ты вернулся к тюрьмам чтобы ты вернулся жизни в которой ты ненавидишь все из себя самого но бог он говорит у меня для тебя другие планы аминь он говорит главное не останавливайся главное не оглядывайся аминь халлилюя давайте мы склоним свои головы и давайте мы помолимся небесный отец мы воздаем тебе всю славу за то что ты избрал нас не для погибели но для получения нетленного венца благодарим тебя за то что принял Иисуса Христа мы стали новым творением и древнее оно все прошло а теперь все новое ты прощаешь наши грехи и не вспоминаешь их и дай нам Господь своей жизни свою благодать чтобы мы не оборачивались назад и чтобы мы не останавливались благослови дай нам больше и больше познавать тебя и дай нам видеть славу твою дай нам видеть ту землю которую ты даешь нам дай нам видеть Господь себя благословенными людьми счастливыми людьми людьми которые имеют в своей жизни цели результаты плоды мы поклоняемся тебе Иисус и благодарим тебя за то что ты пошел на крест чтобы искупить нас от всякого греха и проклятия чтобы мы имели жизнь и имели с избытком мы благодарим тебя воздаем тебе всю славу аллилю давайте мы поднимемся и воздадим великую славу Богу субтитры субтитры Продолжение следует...